Здравствуйте, ребята! Начнем наш четвертый урок. А начнем урок с повторения предыдущей темы. Допишите ядерную реакцию, применяя правило сохранения массового и зарядового числа. Надеюсь, вы справились. Узнаем, что означает понятие критической массы, определим факторы, определяющие протекание цепной реакции. Когда-то великий Альберт Эйнштейн сказал, «Открытие деления урана угрожает цивилизации не более, чем изобретение спички. Дальнейшее развитие человечества зависит от его моральных устоев, а нет от уровня технических достижений». Давайте с вами разберемся, о чем же говорил ученый. На прошлых уроках мы изучили ядерные реакции, но прежде чем приступить к изучению новой темы, необходимо вспомнить, какие силы удерживают нуклонов ядро, несмотря на кулоновские силы отталкивания. Но ученые пришли к выводу, что это фундаментально новый вид сил, который назвали ядерными силами. Ядерные силы являются самыми мощными силами в природе, но действуют только в пределах атомного ядра. Из этого следовало, что в ядре заключается энергия, которую впоследствии назвали энергией связи. Выяснилось, что суммарная масса всех нуклонов, из которых состоит ядро, больше массы самого ядра. Такую разницу назвали дефектом масс. Именно с этим связано понятие энергии связи. Оказалось, что часть массы нуклонов превращается в энергию связи в соответствии с уравнением Эйнштейна. Тогда ученые немедленно задались вопросом, а нельзя ли получить энергию при расщеплении ядра. Именно об этом мы говорили на предыдущем уроке. И здесь мы подошли к очень важному вопросу – делению ядер урана. Кто же на самом деле открыл деление ядра урана? В 1938 году французский физик Ирэн Джолио Кюри при бомбардировке урана нейтронами обнаружила в продуктах реакции следы химического элемента, напоминавшего по свойствам лантан. Она была на пороге открытия, но ей никто не поверил. Ни Бор, ни Резерфорд. Чтобы прояснить ситуацию, в конце 1938 года немецкие ученые Оттаган и Фридс Штрасман решили собственноручно проверить эти результаты, повторив опыт Ирэн Джолио Кюри. Они установили, что элемент, обнаруженный Ирэн и охарактеризованный ею как похожий на лантан, это и есть лантан. Кроме того, в продуктах реакции они нашли еще и барий. Они были удивлены, атом не может разделиться пополам. Тогда Штрасман сказал, как физик я должен сказать, что это невозможно. Но как химик я с уверенностью могу сказать, что этот продукт реакции – это радиоактивный барий. Точно так же, как и лантан, открытый Ирэн Кюри. Они фактически открыли деление ядра урана, обнаружив, что при бомбардировке урана нейтронами возникают элементы средней части периодической системы Меделеева – радиоактивные изотопы бария и криптона. Их статья была опубликована 22 декабря 1938 года. Правильное истолкование этому факту в 1939 году дали австрийский физик Лиза Мэттнер и английский физик Отто Фриш. Они объяснили появление этих элементов распадением ядер урана, захватившего нейтрон. Но на две примерно равные части. Это явление получило название деления ядер, а образовавшиеся ядра – осколками деления. Таким образом, Лизе Мэттнер первой удалось расщепить атомное ядро на части. Ядро урана распадалось на ядро бария и криптона. При этом выделялось несколько нейтронов и большое количество энергии. Мэттнер заметила, что процесс ядерного деления может породить цепную ядерную реакцию, которая может привести к большим выбросам энергии. Это заявление вызвало сенсацию в научной среде. Лиза Мэттнер – первая в Германии женщина-физик, смогла получить учёную степень в начале 20-х годов. Название её диссертации «Проблемы космической физики» какому-то журналисту показались немыслимыми для женщины в то время, и в газете было написано «Проблемы косметической физики». Вот такой был смешной факт. Выясним, что же представляет из себя элемент урана. Естественно, уран встречается в природе в виде двух изотопов. Урана-238, его составляет 99,3%, и урана-235, 0,7%. При бомбардировке нейтронами ядра обоих изотопов могут расщепляться на два осколка. При этом реакция деления 235-го урана наиболее интенсивно идёт на медленных электронах, то есть тепловых электронах, в то время как ядра урана-238 вступают в реакцию. Только деление, только при помощи быстрых нейтронов. При этом 20% всех нейтронов приводит в деление урана-238, остальные нейтроны просто охватываются ядрами. То есть, используя чистый уран-238, невозможно получить цепную реакцию. Изучим механизм деления ядер урана-235. Воспользуемся капельной моделью ядра. На экране вы видите, что протон, это красные кружочки, нейтроны голубые, кружочки, входящие в ядро урана, образуют сферу. Ядро поглощает нейтрон. Ядро уже урана-236 переходит в возбуждённое состояние, в результате чего оно начинает испытывать деформацию. То есть, нуклоны начинают двигаться интенсивно, и ядро принимает удлинённую форму. Благодаря этому короткодействующее ядерное взаимодействие ослабляется, и электростетическое отталкивание становится главным. В результате ядро разделяется на два осколка, в каждом из которых тоже образуются по нейтроны. Как раз пронаблюдаем картину следующего деления. Мы увидели, что здесь уже выделяются три нейтрона. То есть, в зависимости от того, какие элементы вследствие деления образуются, то есть спускаются или два, или три нейтрона. Осколки ядра разлетаются в разные стороны со скоростью, равной одной тридцатой скорости света. Быстро теряя свою скорость, они отдают энергию окружающей среде. Для того, чтобы лучше понять величину этой энергии, приведем пример. При делении всех ядер одного грана урана выделится такое же количество энергии, как при сгорании 2,5 тонн нефти. Если говорить об осколках, которые образуются, то их массы отличаются примерно в полтора раза. В следствии того, что осколки имеют в своем распоряжении лишние нейтроны, они все являются радиоактивными. Сразу следует заметить, что фундаментальный факт ядерного деления это испускание в процессе деления двух-трех нейтронов. Значит, эти нейтроны могут вызывать деление уже двух и трех ядер, а потом четырех, восьми и шестнадцати. Цепная ядерная реакция – это реакция, в которой частицы, вызывающие реакцию, образуются как продукты этой реакции. Рассмотрим теперь некоторые цепные реакции более подробно. Один нейтрон вызвал деление одного ядра урана. Ядро раскололось на два осколка. Одновременно с этим произошло излучение уже двух нейтронов. Эти два нейтрона также поглотились уже двумя ядрами. И в результате деления этих двух ядер излучается четыре нейтрона. При следующем делении выделяется восемь нейтронов. И так далее. Число свободных нейтронов возрастает, как в лавине. Процесс носит так называемый цепной характер и мгновенно распространяется по всей массе вещества, способного к делению. Именно благодаря этому оказалось возможным практическое использование внутриядерной энергии. Понять, почему происходит испускание свободных нейтронов, можно исходя из следующих соображений. Известно, что отношение числа нейтронов к числу протонов в стабильных ядрах возрастает с повышением атомного номера. Поэтому у возникших при делении осколков относительное число нейтронов оказывается больше, чем это допустимо для ядер атомов, и находящиеся в середине таблицы Менделеева. В результате несколько нейтронов освобождается в процессе деления ядра. Их энергия имеет различные значения, от нескольких миллионов электронов вольт до со всех малых, близких к нолю. Цепные ядерные реакции делятся на управляемые и неуправляемые реакции. Взрыв атомной бумы – пример неуправляемой ядерной реакции. Управляемые цепные ядерные реакции осуществляются в ядерных реакторах. Для того, чтобы контролировать цепную реакцию, необходимо управлять количеством нейтронов, участвующих в процессе. В связи с этим вводится понятие коэффициента размножения нейтронов. Это отношение число нейтронов, вызвавших деление ядер вещества на одном из этапов реакции к числу нейтронов, вызвавших деление на предыдущем этапе реакции. Дело в том, что некоторые нейтроны могут вылетать наружу, не испытывая соударения с ядрами. В связи с этим коэффициент размножения будет максимален, если вещество имеет шарообразную форму. Коэффициент размножения зависит от природы делящегося вещества, от количества делящегося вещества, а также зависит от занимаемого веществом объема, а также от геометрической формы вещества. При коэффициенте размножения меньше единицы реакция очень быстро затухает. Поэтому число нейтронов, захваченное ядром, превышает число появившихся нейтронов. При коэффициенте размножения равным единице устанавливается стабильное течение цепной реакции, поскольку образуется ровно столько же нейтронов, сколько и захватывается. Масса делящегося вещества, в котором цепная реакция идет с коэффициентом размножения равным единице, называется критической массой. Если же коэффициент размножения хоть чуть-чуть превысит единицу, то реакция станет неуправляемой. Количество нейтронов будет расти с огромной скоростью, и в результате чего все больше и больше ядер урана будут подвергнуты делению. Это приведет к выбросу огромного количества энергии. Именно такая неуправляемая реакция используется в создании ядерного оружия. Главное условие возникновения взрыва состоит в том, чтобы количество используемого материала имело определенную критическую массу. Например, для урана-235, имеющего форму шара диаметром 18 см, критическая масса примерно равна 50 кг. Если масса урана мала, то нейтроны вылетают за пределы вещества, не успевая встретиться с ядрами, и реакция будет затухать. В атомных бомбах цепная неуправляемая ядерная реакция возникает при быстром соединении двух кусков урана-235, каждый из которых имеет массу несколько ниже критической. Поражающими факторами взрыва является световое излучение, включая сюда рентгеновское и тепловое излучение, ударная волна и радиационное заражение местности. Кстати, при бомбардировке нейтронами урана образуются 80 различных ядер. Наиболее вероятное деление – это на криптон и баре в соотношении двух-трём. И как мы уже упоминали ранее, все они являются радиоактивными. Но с течением времени их радиоактивность падает в результате серии последовательных бета-распадов. В конце концов, получаются стабильные изотопы из всех радиоактивных. Но время полураспада у каждого радиоактивного химического элемента свое. От миллиардов лет до миллионной доли секунды. С помощью плутония также может осуществляться цепная реакция, которая сопровождается выделением громадной энергии. После захвата нейтроном ядром изотопа урана-235 образуется радиоактивный изотоп урана-238 с периодом полураспада 23 минуты. Распад происходит при спускании электрона и возникновении первого трансуранового элемента — Нептуния. Нептуний бета-радиоактивен с периодом полураспада около двух дней. В процессе распада Нептуна образуется следующий трансурановый элемент — это плутоний. Период уже полураспада плутония составляет 24 тысячи лет. Он делится под влиянием медленных нейтронов. Плутоний широко используется в производстве ядерного оружия, так называемой оружием плутоний, для топлива также ядерных реакторов, гражданского и исследовательского назначения, и в качестве источника энергии для космических аппаратов. В первой мире ядерной бомбы, созданной и испытанной в 1945 году в США, использовали как раз плутоневый заряд. Такого же типа была и первая бомба, испытанная в СССР в 1945 году. Бомба, сброшенная в 1945 году на Нагасаге, содержала в себе 6,2 килограмма плутония. Нахождение этого элемента в природе настолько мало, что его добыча нецелесообразна. Его легче получить именно при цепной ядерной реакции, при искусственном превращении ядер. Но есть, конечно, и положительные стороны. Вы все знаете, что сегодня активно развивается ядерная энергетика. Но об этом, об ядерной энергетике, мы поговорим с вами на следующих уроках. Ну а теперь давайте подведем самое главное на нашем уроке. Ядро урана, захватывающее нейтрон, распадается на две части. Это явление получило название деления ядер, а образующиеся ядра осколками деления. Цепная реакция – это ядерная реакция, в которой частицы, вызывающие реакцию, образующиеся как продукты этой реакции, цепные реакции делятся на управляемые и неуправляемые. Значит, не управляемые в атомной бомбе, а управляемые в ядерных реакциях. Коэффициент размножения нейтронов – это отношение числа нейтронов, вызывающих деление ядер вещества на одном из этапов реакции, число нейтронов, вызывающих деление на предыдущем этапе реакции. Коэффициент размножения зависит от природы делящего вещества, от количества делящего вещества и от занимаемого веществом объема и геометрической формы. На этом наш урок, ребята, закончен. Благодарю вас за внимание.